ребят всем привет мы с украины сейчас проснулись некой собираемся ехать на кладбище к бабушке потому что сегодня горбки конечно у нас поздно у нас получается на каждом кладбище в нашем городе дата гробков да когда там приносишь преподносишь какие-то там сладости данные умершим на преподает на разные числа вообще на разные числа никого же сидит кушает галя кушает ночью не есть это не она есть но очень приготовила вкусный суп реально очень вкусный прям мама не горюй чё ты блин пресс так он вкусный чё смешного и снова вкусный сейчас мы кушаем будем выдвигаться я беру машину едем так ты это скажу ребят всем приятного аппетита я же не ем просто если бы еще сил молодец выделилась так что еще хотел вам сказать в общем ждите сейчас поедем вместе с вами на кладбище да я вижу ура 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 да это очень круто что ребят вот так еще хотел сказать ребят у нас сегодня 9 мая праздник этот у нас не празднуется сейчас потому что у нас военное положение вы знаете что у нас случилось в стране к сожалению мы не празднуем этот праздник кстати может еще и не к сожалению потому что если в россии понятно всю жизнь праздник нам нельзя праздновать этот праздник потому что в любой момент может накрыть с ракетами российская федерация то есть нам угрожают если не дай бог что тут будет кипиш нас просто более 60 ракет полетит и на было сказано нашим президентом просто всем находиться дома меньше в местах скомпления народа находиться потому что в любой момент даром шоу арки могут выпустить реально на нас очень сильно мара так что дай бог на 9 число сегодня у нас пока все нормально мы живы здоровы вы сами видите сами наблюдаете все пока хорошо на праздник мы не будем праздновать я вам покажу что у нас творится сейчас за пределами квартиры мы сейчас выйдем на улице не ляпаю разговаривает ляпает не образованный человек предлял будем начать поступать уверситет не проплачивать не есть конечно надо своими знаниями набирать баллы учись сиди учись конечно куплю тебе без проблем так что вот ребят не празднуем и девятое число потому что опасность жизнью наших детей вообще наших людей нашей нации что в любой момент могут прилетели ракеты ракеты летят как ни странно именно в жилые дома и убивают наш украинский народ очень мы не празднуем 9 число на 9 число вышло так что у бабушки все-таки выходит сегодня гробки сейчас поедем надо купить какие-то конфеты вот бабушка��는 аналитарский поймем з propos day Audrey ну надеюсь у меня болот до съезда на борода быстро так зарастает что уже холодный суп уже холодный уitating уже все холодно и сейчас много всего очень плохо говори а А ты что? Любимая, что ты говоришь? Людей, кстати, раздражают, когда ты это делаешь. Да? О, я люблю раздражать людей. Там писали комментарии, что ты себя ведешь как ребенок. И вот это твой акцент людей раздражает. И веди себя на свой возраст. Я люблю раздражать людей. Не хочешь вести себя на 38 лет? Нет, нет, я люблю раздражать. Пойдем ладно. Я тебя тоже раздражаю? Нет, я уже к тебе привыкла, но я уже не сильно раздражаю. Ну, видите, она ко мне уже привыкла. Ладно, я буду кушать, потому что суп очень вкусный и быстро раздывает. Посмотрим. О, видишь, тебя как раз под этот, блин, с мандаловцем мыли. Ну, какая ты, Чика, красивая. Прикольно. Под кроссовочки, прям как я. Ну да, живота не видно, тут и рот, да? Чего? Понятно, все, понятно. Прикольно. Я чуть не начала карандашом от бровей его закрасить. Да. Ребят, никакого, видите, праздника нету. Девятого числа у нас вообще все пусто полностью. Чтобы вы понимали. Идем, даже прохладно как-то. Как робот-полицейский идет такая потихонечку. Спасибо. Да, Ника? Да. У тебя нет настроения? Ты расстроена? Почему это выражается? Я не знаю, в чем выражается. Настроение? Не знаю. У тебя всегда, если я молчу, то это у меня не должно. Ну да, ты не должна молчать, ты должна разговаривать. Я ничего никому не должен. Я тоже ничего никому не должен. Такая с тебе ничего не должен. Ну а что ты всегда споришься со мной? А в чем мой спорт? Ты говоришь? Ты должна всегда быть в настроении. Не должна я всегда быть в настроении. Почему? Жизнь состоит с позитивом и с негативом. Я человек. Ага. Я понимаю. Не, а мы все не люди, да? Если мы веселые или расстроенные. По причем тут веселые или расстроенные. Я не должна всегда быть в настроении. Женщина как кричит. Блин, ветер пипец. Ребят. Вот. Никакого ни праздника, ни ощущения даже праздника на 9-ое нет. Потому что в стране война. Показываю вам 9-ое мая. Это, блин, 9-ое мая в нашем городе. Вообще все тихо, спокойно. Ничего нет. Ни музыки, ни шествий, ни праздников, ни шашлыков. Ну вы все понимаете, война на улице. Вообще. Вот так вот у нас. Так, это надо сейчас конфеты заехать купить. Сюда или в деликатик. Ладно, поедем где-то в это. ВТБ купим. Да? Ника. ВТБ? Ну не знаю, наверное, это же. В общем, ребят, не праздник, а ничего. Центр нашего города маленький. Чтобы вы понимали, я вам показываю, что вообще ничего нет. Ни цветы не продают, как всегда. Нет, цветы продают, но смысла даже очередей нет, короче, вообще. О, блин. 1-ое 9-ое мая во всей истории человечества, когда его не празднуем. Мы украинцы. Представляете? Первый раз вообще в истории. Да и не до праздника. Потому что нахер он вообще здесь не нужен. Если бы мне, наверное, и заплатили бы, чтобы я праздновал, я бы не праздновал. Не в том духе. Музыку, честно, впадло слушать. Не то, что даже впадло, а настроения нет, желания нет. Смотреть фотографии там улыбающихся людей, которые скидывают. Я тоже мне как-то не по себе, я не знаю. Сейчас не время улыбок, каких-то шеств, вы знаете, танцев, алкоголя. Сейчас именно вот траур идет. Потому что у нас очень много людей погибло. Ужасно, ужасная ситуация. Так, я сейчас, наверное, там все-таки стану. На АТБ мы. Магазины работают. Ну, пусто все очень. Ничего нет. Еще жесть. Идем в АТБ. Какие возьмем? Ромашки? Плачу. Я ж не знаю. Да? Ну, такой красивый. Да, я тоже так делаю. Я люблю зефир. Я люблю зефир. Она любила зефир. Вот так вот. Все? Ну, все, наверное. Пошли, да. Ребят, маленький пакетик купили. Бабушке. Там еще другу я купил. Профладно. Друзья, чтобы вы понимали, сейчас все ходят пешком. Потому что у нас проблема коллапс с бензином. Бензина нет. Люди ставят машины и ходят все пешком в основном. Вы посмотрите. Показываем. Идут, идут, идут. Это все с кладбища сегодня идут. Потому что у всех гробки. Каждый год 9 мая именно на нашем кладбище, где похоронена бабушка. Загреблянское кладбище. Город смело. Те, кто смотрит в Смеле, те знают. Люди идут просто пешком. Посмотрим. Машины должны все равно как-то стоять. У меня еще пол пака есть. Так что я думаю, что нам еще хватит чуть-чуть поездить. Но, к сожалению, я уже не езжу. Я машину ставлю, так как бензина нет. Жду до лучших времен, появится бензин сразу на заправку. Люди, видишь, стоят, даже просят, чтобы машины останавливались. Жесть. Нам придется пройтись, короче. Тошнит? Я здесь поставлю. Вот здесь. Плохо, да? Пипец. Что ж такое, блин? Я думаю, что еще укачивает, знаешь, блин. Да все, приехали уже. Ребят, дикий, 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 дикий ветер. Вообще пипец. Я не знаю, слышно вам будет или нет. Но... Народа вообще нет. Людей мало. Вон, бабушка моя. Моя родненькая. Я ее сразу вижу. Смотри, как чисто, Ника. Как сделали, видишь, как. Никто к тебе не приходил, видите, ребят. Никто вообще. Тамалайба Светлана Александровна. Вот это моя бабуля, чтобы ты понимала. Ты ее просто не застала, но она очень хорошая. Это самое дорогое, ребят, что у меня есть вообще. И было, наверное, в этой жизни. Ни с чем не сравнится. Ни с чем никогда. Это моя мама. Мама с большой буквы. И пишется всеми большими буквами. Именно вот посвящается все ей. Ей уже скоро можно будет ставить памятник. Хотя уже год прошел, в принципе, она когда 6 апреля умерла. Уже и так можно поставить. Уже можно. Уже. Нет. Провалилась недавно. Вон, две или три недели назад я был здесь. С Виталиком. Представляешь? Ну, аккуратненько сделано. Ну, вот уже, ребят, буду по-любому скоро ставить память. Память. Тут зефир. Это вкусный. Там только не все ложить. Тетя Наташа и Виталику оставим. Мы потом разнесем с тобой. А конфетки как? Открывай. Открывай пакеты. Там, мне кажется, сейчас по-любому это. Надо было еще пакетик взять, чтобы положить конфеты туда. Ну, вообще класс. И конфетку открыла. А что, можно съесть или нельзя? Не, не надо, да? Не надо. Нельзя. Ну, хотя, я даже не знаю, как такого. Ну, все. Все, бабуська. Моя хорошая. Моя девочка. А зайчика, кстати, нашли. Да, нашли зайчика игрушку. Ребят, представляете? Делали расхламление и нашли зайчика. Постирали его. Немножко, конечно. Он грязный. Женя говорил, что зайчика где-то потеряли, а он был там. Да, это самое лучшее. Надо было приехать зайчиком сюда. Да, кстати, да. Надо было приехать, показать, что зайчик. Показать зайца бабуле. Ну, ничего. Спи спокойно. Я всегда рядом с тобой и всегда буду рядом с тобой. Запомни это. Ты мой человек номер один в этой жизни. Был и будешь навсегда им. Спи спокойно, бабуль. А еще тут правнучек. Еще, да, вот еще правнучек маленький. Бабушка, если бы ты знала, здесь еще маленький у тебя вот, блин, карапузик. Мальчик будет. Ты так хотела. Внуки у тебя есть, а вот правнуков у тебя не было. А вот теперь уже будет правнучек. Так, ну все. Вот? Да. Ну, вот тетя Наташа. Видишь, и фамилия моя. Крикинь? Павлюченко. Это моего папы. Ласточка? Ластевка, да. Папа ее назвал Ластев. Полицейские. Ребята, едем покупать канистру. Куда мы едем с пяточком? Большой-большой секрет. А, не едем, а идем. Жарко на улице. Ты ж говорил, что холодно, что ты еще вернешься по курточку. Ну, я хотел сначала села курточку, да. А потом я понял, что очень жарко. Женя вышел в рубашечке. Потом сказал, ой, как холодно, все люди в курточках. А я вот этот, сейчас возьмем машину и вернемся за курточкой. Потом по итогу не вернулись. Поехали на кладбище. А там жарко. Уже обратно, как мы шли. Женя в рубашке такой, ему хорошо. А я в кофте, в толстовке. У меня жарко и плохо, и душно. И умираю. Я умираю. Я не могу без тебя. Я так думаю о нас. Что-то там я не могу без. А я дальше не помню. Что-то там. Ой, тут блок пользуется. И тут блок. Все, выключаю. А я не знаю. Дороги оставляют желать лучшего. Ну, тоже надо. Мы в поселок заедем. Ну, шо есть, то есть. Мы едем домой с покупками. С покупками. Женя купил три канистры. Ей еще три сегодня куплю. Поматерись, поматерись. Как ты матерился. Ты что, прикалываешься? Я вообще не матерюсь. Ммм. То, что вы говорите. Это муха мертвая. Что мне точно что-то попадется? Ммм. Видишь, как мужчина взял тебя гипнозом. Даже тебе мертвый мух умудрился продать. Кинь, и хер выйдешь. Ты бензик наличь. А ну, спой свою песню про бензик. Что вы падаете кинемоцикам? Помню баки бензика. Помню баки бензика. Помню баки бензика. А дальше? Я не помню. Все ты помнишь. Чисто я в руки бав, я воюювачу. Ужас. Ужас. Вау. Заставка будет на этот. Заставка. Я могу вот так. Машина из будущего. Это будет заставка на видео. Я могу вот так. Да что вы говорите. Прям вообще. Вообще прям космос. Мандалорец. Мандалорец. Что говоришь? Я танки грызг борьбой грызг. А дальше? Не знаю. Что, не была бы никогда в павале? Нет. Ну, теперь я приглашаю тебя в свое сакральное место, где я провожу обряды. Ты давай уже. Женя показывает мне свое тайное. Что ты сейчас псыса? Не, только не бойся, пожалуйста. Не бойся? Только не бойся. А что там такое будет? Заходи, не бойся. Заходи, не бойся. Айди первый тогда. Заходи, не плачь. Аккуратно под ноги смотришь. Голову нагинаем под каждым. Ой, я боюсь у меня плаустрофобия. Не бойся. Голову только пригинай, поразобьешь голову. Ой. Ой. Потихонечку, потихонечку, везде потихонечку. Ой, боже мой. Потихонечку. Стараюсь. Смотри, как тут страшно. Вот это твой подвал? Да, покажи, как там. А крыса есть? Есть. Она сейчас будет, она со мной станет рядом. Видишь? Смешно очень. О-о-о, ты же хочешь. Ага. Мусорник. Она не горит. Видишь, телеки всякие. А зачем тебе, хотела плохое слово сказать, зачем тебе коробки? Чего ты их не выбросишь? Ну и вдруг что-то с телеком случится. А, ну да. Самое интересное, айфон первый висит. О, покажи. Айфон 3Js. А достань, я хочу посмотреть. Ну видишь? Ну да, достань, я хочу посмотреть. Давай покажу. Ребята, это как память. Я повесил тупо айфон здесь, чтоб висел. А можно его достать посмотреть? Блин, ну это память. Ну так я просто посмотреть, я ж не хочу. Я ж ничего с ним делать не буду. Прям первый? Самый первый типа? Видишь? Смотри. Взорвалась батарея. Так прикинь сколько ему лет. Вот так вот взорваются батареи. А чего она взорвалась? От любого айфона может вот такая херня. А почему она взорвалась? А вот это что такое? Не дай бог сейчас взорвется, а то еще кислота все лицо инвалидом станет. А почему оно так случилось? Это самый первый айфон? Ну это второй айфон уже. Ну это третий. Дай мне крышечку. Это айфон 3Js. Прикинь память какая. Вздулась батарея. Не видела таких айфонов? Нет. Прикинь раритет. Я пятый видела. А это третий, чтоб ты понимала. Вот такой он был маленький. Вот он. Ребят, меня снова лоханули. Канистры две дырявые. Смотрите, дырки вот. Вот одна дырка, вот вторая дырка все вытекла отсюда. Блин, жесть. Короче, купил на свою голову. А сколько это ты на 100 гривен? На 100 гривен. Выбросил вот так. Выбросил нахер. Она тупо дырявая. Могли колбаски купить на эти деньги, купили дырявые. Ну просто дырявые, да. Дырявые, да. Как так? А как ты думаешь, он знал о том, что они дырявые? Я не знаю, честно. Я не знаю, тупо дырки, блин. Ну я бы на твоем месте позвонила, бы сказала. Не, наверное, а что я ему, блин? Ему не писать, ему просто такую морду можно набиться такую. Что ему писать, блин? А приехать, Ника, сейчас вести, прикинь, где мы были, блин? Ну типа, я могу поехать ему вернуть, но получается то, что мы дорогу поехали, ну это, блин, сотка дорога получается, блин. Что с ним идет трубку я тебя брать, прикинь? Алло, здравствуйте. А я к вам только что заезжал за канистрами. Да, я помню. Ааа, тут у вас две канистры, две по десять, они, блин, с дырками пробитые. А эти маленькие? Да, сверху. Ну то, если будет возможность, приедите, я вам поменяю. Ааа, точно там дырки в них? Точно, точно, точно. Да, я только что залил в одну и все потекло к тебе, не матери, короче. Только вверх. Сейчас я вверху внизу? Вверху. И на одной, и на второй, и в одной, и той же точке, короче. Две дырки, вроде их возьмем, знаете? Ну я щас тогда подъеду. А-а, я щас поменяю я щас дам другие. Хорошо, а-к-к-к-к, щас я подъеду. completX Смотри, чтобы он тебя на такие самые не поменял. Поехали. Такие модные. Ребята нам по меня, а- а, ты же не снимала, а нам поменяли канистры. Ааааа. Ааааааааааа Мы с тобой поснимаем, приедем и поснимаем, потому что трясет такое в машине а теперь операция баклажки надеюсь не древо суху захотел дома стоит видишь какой подарок эти сделала до опасаются канистрами потому что время будет тяжело она уже и так такое да цветочки вишенька ах как я люблю цветы но женя мне их не покупает надеюсь он это увидит не вырежет и начнет покупать а голуби кушают котячую еду это для чернышки но они ее плюют чтобы не спугнуть как голуби кушают курочку